Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь скажу, наверное, немножко про свои общие впечатления. С одной стороны, конечно, вам в какой-то степени, в очень большой степени, есть сочувствие, потому что ситуация на самом деле тяжелая и в плане потери родителей, и в плане развода. Вот это, конечно, психологические травмы, которые обязательно нужно прорабатывать вам на психотерапии, чтобы это не влияло, ну, как минимум, на ваших детей, вот, а не влиять это не может, потому что это очень серьезные потрясения, как развод, так и потери близкого. Вместе с тем, как это ни странно, читая ваш текст, я чувствую его раздражение, потому что, как бы, видится достаточно яркая жертвенность ваша, достаточно яркая жертвенность в плане того, что, ну, вот я и так, и так, и так, и так, а вот он вот так, и я поэтому вот так, и в итоге получилось вот так. Вот. Хочется, конечно, в определенные моменты прямо-таки, знаете, стукнуть кулаком по столу и сказать, ну, что же ты делаешь? Вот. Мне кажется, что именно таким образом и реагирует ваш бывший супруг на вас. Таким образом он реагирует на вашу жертвенность, что апеллирует, как мне кажется, к чувству вины в другом человеке. И это чувство вины вызывает злость, ну, чувство вины трансформируется в злость, в агрессию, в попытку защититься от вашей такой вот жертвенности. Это моя гипотеза, основанная лично на вашем тексте, я не знаю нюансов, может быть, я не прав, может быть, я ошибаюсь, вот. Я ваш текст сейчас прочту, буду давать некоторые комментарии по ходу, вот. Но это вот такая реакция, такое вот впечатление у меня. Следующий момент, это некие идеализированные, как мне кажется, зацементированные даже установки, которые вами продвигаются, но которые абсолютно не реалистичны в данном случае, не реалистичны в данном подходе, в данной ситуации, в которой вы находитесь. Хотя бы потому, что это откровенно вредит. И мне бы здесь хотелось бы спросить, а как вам подсказывает ваше сердце, как вы сами считаете, как вы сами считаете, вот что? А какой это эффект, например, окажет на вас? А какой это эффект, например, окажет на ваших детей? А какой это эффект, например, окажет на вашего, ну, мужа и так далее, да? Вот. И у меня такое ощущение, что вы все это не чувствуете. Дело ведь не в том, что правильно, а что нет. Дело в том, что подсказывает вам сердце, и мне кажется, что это самое главное, а этого как будто бы здесь и нет. Итак, подскажите, как себя вести, начинаете вы. Ну, здесь сразу вопрос, подскажите себя, подскажите, как себя вести, что бы что. Развелись с мужем в апреле, сначала пыталась поддерживать нормальные отношения, настроить детей. Ну, как это ни странно, но развелись с мужем звучит немножко обобщенно. Как бы, ну, развелись либо вы, либо он, то есть кто-то, кто-то выступает инициатором разводов всегда. Вот, либо вы оба хотели разводы, но даже если вы оба хотели разводы, то есть, если вы хотите разводы, например, то вы хотите разводы, потому что. Если муж хочет разводы, то он хочет разводы, потому что. А такая история, что развелись с мужем и все, ну, это максимально обобщенно. Она, эта история, исключает вашу личную ответственность и вашу личную позицию по данному вопросу. А очень важно, что бы ваша позиция была. Очень важно, что бы ваша позиция существовала, что бы вы ее, вашу позицию, продвигали, что бы вы ее, вашу позицию защищали. Этого, как вы понимаете, не происходит. Но дело пытались поддерживать нормальные отношения, но это обобщение. Кто мы? Как это делали вы? У нас трое детей. Денег на содержание детей не дает. Верила в него завтра-последоватра. Почему верили? В декабре я подала на алименты. Хорошо. Он выделит себя агрессивно, воздействует на меня через детей. Здесь вы перекладываете ответственность, потому что это не он воздействует на вас. Это вы позволяете ему воздействовать на себя. Вопрос в том, как это происходит. Как происходит то, что вы позволяете ему воздействовать на себя через детей. То есть чувство вины, страх или что. В августе умирал мой папа. Просил я взять младшего, за что он меня заблокировал в WhatsApp и в телефоне. Ну, во-первых, здесь вам большое сочувствие, как я уже говорил ранее. Во-вторых, просьба взять младшего и последующая ваша блокировка в WhatsApp и телефон выглядит, как действие, у которого есть подтекст. У которого есть контекст. Ну, не просто так, не с нуля вас заблокировали. Когда папа умер, ты уже просил взять детей, отказал. А на что вы надеялись, если он не взял младшего вопроса? На что вы ожидали? За квартиру не платят. А должен. Что указывает на то, что он должен платить за квартиру? Что указывает на то, что он в принципе будет платить за квартиру? То есть, понимаете, начинаются идеализированные представления. Младший плачет, хочет к папе. С младшим нужно разговаривать. Но, чтобы разговаривать, с младшим нужен нужна форма и нужен ресурс. Ресурс, если вас вы его не слышите. А форму можно научить. Я была в отчаянии, поехал к нему за объяснением. Вот это психологическая игра в тупик. Вы можете изучить ее в интернете. Ну и объяснение это, как бы, классическая история про компенсацию. Как будто бы объяснение что-то решало. Как будто бы объяснение когда-то что-то решало. Он закрылся дома. Опять же, это странное поведение. Странное поведение, что мужчина закрывается дома от женщины. У этого есть контекст. Я была в каком-то состоянии аффекта, что ли, и громко стучала. Ну, люди попадают в состояние аффекта в нескольких случаях. Чаще всего, люди попадают в состояние аффекта в результате травмирующих событий, когда нужно спасать свою психику. И человек это делает посредством ухода в аффект. Либо состояние аффекта возникает тогда, когда человек долго сдерживает себя, долго подавляет себя, и потом, в кавычках, с полным правом позволяет себе этот самый аффект. То есть, это компенсация получает. Вот вы здесь, похоже, и то, и другое в себе совмещает. Я, честно говоря, не скажу, я не скажу, что здесь именно, да, вот, может быть, и то, и другое вместе, вот, ну, это не столь важно, как важнее другое, что это вот, ну, вы в этом состоянии оказались. То есть, вы в отчаянии не пошли к своим друзьям, да, не попросили помощи у людей. Нет. Вы пошли к человеку, который относится к вам, мягко говоря, плохо, и стали требоваться от него объяснений. Как будто это что-то речит. Но самое главное, что это апелляция к чувству вины. Понимаете, да? Жертвенность. О чем я говорил в начале своего ответа. Дальше. Так, случайно задел его машину, там осталось две царапины по миллиметру. Ну, это не случайно, это не случайно, это агрессия, ваша сдерживающая плет, мне кажется, подознательное желание, как человек наказать. Такое поведение не свойственно, но я хотел донести вас, чтобы это не стало, что настец должен понимать в жертву в воспитании детей, что я не железно. Никак это невозможно сделать, если человеку на это плевать. Здесь снова жертвы. Не должен отец участвовать в воспитании детей. Не должен. Он может, но не должен. Мать, не должен. То, что вы не железная, в первую очередь, надо бы помнить вам. В итоге я написал заявление участковому через месяц, что я нанесла очистимый ущерб имуществу, он требует привлечь меня по УК. Ну, повторюсь, у этого поведения есть контакт. Такое ощущение, что человек отыгрывается за что-то. Когда он приезжает за средним сыном, надо отметить, что я не в восторге, что он общается только с одними детей, и маленьких тоже просят. А что вы делаете с этим невосторгом? Ну, то есть, что вы, как вы обращаетесь с этим чувством? Был случай, я решил пойти на поваду у маленького и отправить его со средним к папе. Ну, вот, что это значит отправить со средним к папе? Ну, дети, это же не посылка. Если отец не берет младшего сына, не общается с ним, вы чего ожидали? Понимаете? Решила пойти на поваду у маленького, имеется в виду, что решила освободиться от чувств украины. Убежать от него. Бывший мужчина, как увидел, что они выходят вдвоем, перед их на сумму ехал. Ну, повторюсь, я не очень понимаю контекст поведения человека. Может быть, это такой человек, но тогда встает вопрос, как вы с ним вообще в отношениях были? Вот. То есть, как вы вообще за него выслили замуж, там, и так далее, детей, собственно, завели троих, и прочее, прочее. Потому что, если человек такой по факту, то это вопрос, вопрос к вам. Мужчина-то, он такой, какой есть, вот. А если он поменялся, если он таким не был, это вопрос к вашим отношениям. Ну, анализ, в смысле. Анализ отношений. Вот. Дальше. Так. Я, получается, впихиваю на детей, потому что сердце разрывается, когда они плачут. Вот. Это то, чем я говорю. Чувство вины. И не умение с этим чувством вины, а обращаться. Понимаете? Вот. вам жалко детей. А жалость это, ну, помимо того, что деструктивное чувство, вот, помимо того, что это деструктивное чувство, в принципе. Жалость еще отграждает нас, условно, от других людей. То есть, не знаю, замечаете вы или нет, но вы ставите барьер между собой и своим детьми. Таким образом. Хорошо это или плохо прищать исключительно вам. Здесь обращаю вас к вашим ценностям. Дальше. Со старшим они почти не общаются и не видятся. Ему 13 лет. Почему? Ответ детей говорит, что он работает, поэтому будет заниматься детьми, когда у него есть настроение. Его права. Увы, его в целях нет. А вы ожидаете, что оно будет? Я очень стараюсь, чтобы у детей было еще не папа. Вы не можете стараться, чтобы у детей было еще не папа, потому что вы не папа. Понимаете? Вы пытаетесь здесь воплотить свои идеализированные установки, о которых я уже говорил. Понимаете? То есть, вы отказываетесь признать, что мир и ситуация не такие, какими вы хотите их видеть. Вот. Кстати, может быть, это в какой-то степени стало камнем преткновения в ваших отношениях с мужем. Вы слишком, ну, потребовали от него, не знаю, быть идеальным папой и что-то вроде этого. Кто-то может быть идеальным папой, кто-то нет, кто-то хочет, кто-то нет. Тут как бы все индивидуально достаточно. Вот. Дальше. Так, не говорю про они, то есть, непонятно, наверное, про него. Вы хотели сказать, если они спрашивают, отлучаются, папа их любит плохо, делают только мне, и к ним это не имеет отношения. Это ошибка, вы не знаете, вы не знаете, любят их папы или нет. Детям лучше говорить про правду или часть правды, но не врать. В данном случае, извините, но вы врете. Скажите, что больше я с такими парами эмоциональными не езжу. Татьяна, ну, было бы странно, если вы ездили, не находите. Никак его не трогаю, и общаемся мы только через среднего сына. Это как? А это как? Это как? Как это? Однако, зачем ты ему требует списать на меня, чтобы меня привлекли по ОК, обещает написать в опеку, в опеку на меня. Это похоже на отыгрывание. Пишите смс материками оскорбление. Тоже похоже на отыгрывание. Ну, то есть, это в контексте ваших отношений. Я замечательный, как себя вести, и как себя вести, чтобы что? Оставить на самотеку их общение с детьми, а у вас есть выбор. Не навязывать младшего, а у вас есть выбор. Может, вам странно витнее, зачем он делать такие гадости, мне нужно делать анализ ваших отношений, чтобы понять. С одной стороны, он же понимает, что я много месяцев шла ему на встречу в плане денег, он ссылается на их отсутствие, в плане пониматься с детьми тоже входило в положение, что он работает. Нет, он этого не понимает. Почему он должен это понимать? Он этого не понимает. Это ваша жертва. Это ваше действие, не его. Он этого не понимает. Понимаете, вот у вас есть ожидания от человека. Он разве не увидит, что все обязанности пойдут на мне. Может быть, и увидит, но ему плевать. Я бы дико благодарен, если бы мой статус так уходил. Возможно, но ему плевать. Вы не цените себя, вы не цените свои силы, почему их должны ценить, кто-то, но у других людей. Помимо трех детей, смертельно напиши не мама с болезнью Альцгеймера. Это очень печально, что так сложилось, но, повторюсь, если вы не простраиваете личные границы после призы и надеяться с людьми, то налог наваливается все больше и больше и больше. Хотелось бы понять, как сохранить образ любящего отца у детей, нужно ли это делать? А образ любящего отца зачем? Нужно это делать кому? Стоит ли писать встречные заявления на оскорбление моих сторон? А вы сами, как считаете? Стоит ли детям общаться с отцом, если он из всех выделяет одного? А вы сами, как считаете? как вам сердце подсказывает? Почему вы хотите, чтобы другой человек указывал, как вам жить, как воспитывать детей, как защищать свои права, честные имя и достоинства, как общаться с детьми? Может быть вам имеет смысл получше себя узнать? Может быть вам имеет смысл больше внимания себе уделять, чтобы у вас не возникало таких вопросов? психотерапия могла бы помочь вам. Такой вот ответ. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.